здравствуйте дорогие гости и подписчики моего канала сегодня я хочу подвести итоги по опросу который я проводила по поводу нового совместного проекта было предложено три темы для совместных проектов и все три темы набрали достаточное количество голосов нашли отклик и соответственно распределились места следующим образом первое место у нас по лайкам заняла тема богатства и благополучия второе место ветер в гриве эта тема лошадок и третье место любящие сердца я долго думала как мне поступить с этими совместными проектами с темами потому что в принципе все три темы набрали достаточное количество голосов и я решила а почему бы и нет почему бы не сделать все три совместных проекта да мне будет немножко сложно вести три проекта но я думаю с вашей помощью все получится я справлюсь к тому же все эти три темы мне очень близки и мне хотелось бы вышивать все вышивать наборы и дизайны на эту тематику и так хочу начать я пока с моих наборов моих планов на тему богатства и благополучия ну конечно это не значит что я все 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 это планирую вышивать я не сошла с ума я просто хочу оставить себе небольшое пространство по выбору какого-то дизайна но и вместе знаете немножко посмотреть и порассуждать на эту тему у меня кстати спрашивали девочки что можно вышивать на тему богатства и благополучия на самом деле здесь очень большой простор можно выбрать все что угодно то что откликается для вас вашем сердце вашей душе для кого-то это может быть домики для кого-то это дерево богатство есть различные дизайны у панны на обереги домашнего очага на богатство на благополучие очень очень много разных дизайнов я думаю если немножко посмотреть то можно найти и причем очень очень много я покажу то что у меня есть это что я буду вышивать ну вот к примеру у меня есть вот такой дизайн это магнолия чаша с магнолий это дизайна фирмы dimensians но у меня сборка кубок желаний потому что это раритетный наборчик и вот в этом букете присутствуют гранат и присутствует виноград у нас в греции к примеру гранат это символ достатка и на все праздники вот на новогодние особенно размещают в домах фарфоровый гранат украшают свой дом с элементами граната чтобы присутствовал гранат это символ изобилия но виноград всегда тоже был символом изобилия и хорошо иметь картины с виноградом дома и так далее поэтому вот такой вот как бы сказать не замысловатый сюжет дизайн можно вышивать тоже на тему богатство и благополучия здесь есть очень хорошая символика вот этот наборчик очень очень нравится этот дизайн мечтаю вышить не знаю конечно что получится у меня доберутся ли ручки но вот как мечты мечты у меня есть и посмотрите какие здесь красивые ниточки очень спокойно очень красивый снова здесь кофейного цвета и вот эти ниточки очень хорошо выделяется на этой основе такой вот есть наборчик вот один дизайн следующий дизайн который тоже я считаю очень хорошо подходит и может быть вышит в этом совместном проекте это элегантный гобеле но здесь вообще полная чаша да здесь само изобилие само богатство все фрукты виноград гранаты дыни все все что вообще может можно быть из фруктов здесь все представлено очень красивый бордюр красивые вот эти элементы они тоже очень нехорошая символика до птички по пара бабочки здесь в общем-то элегантный гобелен он символизирует именно вот достаток и благополучия в доме поэтому это дизайн тоже можно вышивать данном совместном проекте но это как пример да вы можете выбрать что-то подобное то что именно для вас будет символизировать достаток и благополучия вот такие здесь ниточки набор это очень-очень такой увесистый ниточек здесь много цвета разнообразные яркие есть и также золотая ниточка и все это вышивается на основе лимонного цвета 14 аккаунта видите здесь основа уже идет с обработанным краем очень люблю сборку фирмы клубок желаний потому что здесь удобная комплектация открываешь и можно сразу приступать вышивать края обработанные ниточки видите все на планшетках с планшетки подписаны с номерочками с символами все готово вот этот дизайн я бы очень хотела вышить посмотрим конечно да такие мечты еще один дизайну это уже из ряда фантастики конечно руки к нему никогда не доберутся но не не будем говорить никогда и я имею ввиду в этом совместном проекте но как вариант я хотела вам показать тоже да что можно вышивать вот классический дизайн восточный который вышивается на достаток благополучия скажем так в доме здесь присутствуют цветы это древовидный пион если я не ошибаюсь и карпы в пруду на 9 карпа вышиваются на достаток на благополучие должны быть и черные карпики красники и золотые вот они здесь и есть у меня здесь наборчик на 14 14 каунт вложен на еды размер будет 96 на 49 сантиметров такая масштабная работа будет и вот посмотрите какой он такой увесистый много-много там разных материалов я не буду открывать но так приоткрою посмотрите сколько там ниточек всего очень много оригинальный набор дом и крафт была возможность приобрела но он пока ждет своего часа я думаю что скоро дождется ну и подходим уже к тому дизайну тому процессу который я буду вышивать который для меня вот именно моем сердце является самым-самым мощным привлечением это дизайн от сайта вышивая ru поисках золота этот набор я покупала уже очень давно покупала именно набором с основой с распечатанной схемой со всеми ниточками дмс шли в комплекте не дешевый был набор и давно мечтала приступить я даже делала попытку приступила но знаете у меня как-то с этим дизайном не складываются отношения пробую но потом отступаясь вроде бы делаю шаг вперед потом иду назад не знаю может быть я еще в тот момент не была готова к таким дизайном но теперь у меня есть перри набор в программе петермейкер есть уже какой-то опыт но я думаю что я соберу силами все-таки смогу его выполнить этот дизайн для меня это дизайн вот он действительно это просто знаете взять лупой и найти действительно свой клад свое сокровище открыть новый источник доходов не знаю изменить свою жизнь к лучшему конечно же есть на этом сайте и еще несколько таких дизайнов в пару идут но это мечты мечты мне хотя бы с этим справиться потом уже я буду заглядываться на другие дизайны вот этот он мне очень нравится очень он серьезный такой знаете мужской выдержанный в офисном стиле здесь когда он вышит кажется что используется очень много золотой нитки на самом деле золотых ниток здесь совершенно нет но вся работа светится и пропитана именно блеском и золотом вот наговорила мы показываю что же у меня здесь основа основа здесь жесткая я так думаю best x не очень комфортная но для таких работ я так понимаю нужна такая основа потому что идет зашивка очень плотная и чтобы основа не перед перекосила нужно жесткая жесткая основа вышивать не очень удобно но что делать вот у меня вышит вот такой кусочек небольшой работы в принципе вышивать можно конечно это не так то просто здесь идет очень большое смешение цветов вышивается здесь кстати я вышиваю в три ниточки пол крестиком потому что здесь 18 каунт покажу вам изнанку видите ужас да но здесь большое смешение цветов да ну получается симпатично это вот самый самый маленький такой уголочек я попробовала что-то у меня не срослось и я отложила теперь я думаю что вместе с вами я справлюсь это у меня почти вышит один лист схемы если мне организация но организация моя мне не нравится поэтому я буду делать переорганизацию вот так шли и я буду думать как мне организовать эту работу как я буду вышивать на пюс напах либо на раме все это будет у меня идти в процессе так значит это у меня мой основной дизайн в совместном проекте богатство и благополучие и давайте перейдем к следующей теме а следующая тема это у нас ветер в гриве и хочу показать те наборы с лошадками которые у меня есть и которые возможно будут вышиваться в этом совместном проекте во первых у меня есть вот такой замечательный наборчик от фирмы dimensions лошадка размер работы будет 28 на 36 сантиметров очень очень красивая разработка этот наборчик вышивается у нас на страмине я еще ни разу не вышивала дизайн и dimensions на страмине это конечно будет очень интересный любопытный опыт немножко побаиваюсь но я думаю что можно совсем справиться нет ничего невозможного главное организоваться настроиться и процесс пойдет сам процесс я думаю должен быть несложным потому что здесь нет каких-то таких сложных смешение цветов бэкстича здесь совершенно немножечко вот в гриве есть на такие полосочки до подчеркивающие гриву то есть но бэкстича я вообще не боюсь а здесь его немного единственное что сложность какая в страмини это то что идет немножко такое смещение до области обозначенные такими пятнами и нужно как бы самому ориентироваться как вышивать то есть пограничные значки так где идет переход от одного цвета к другому они не очень четкие там нужно будет самостоятельно как-то определяться но я думаю я как-то справлюсь лошадка мне очень нравится такая разработка хорошая прям хочется ее погладить эту мордашку красотка вот так у меня наборчик если мне прилипает потому что я его открывала здесь сместилась лента это клейка ниточки вот там много ниточек но страну внутри его не видно ну ладно в общем вот такой наборчик жемчужинка моих запасов наборчик от фирмы буцилла как его показать ну так наверное вот это единственный набор моих запасах фирмы буцилла но здесь сама любовь и красота лошадки жеребенок мне очень понравились эти лошадки здесь у них необычный окрас такой красный с белыми пятнами интересная порода лошадок красивый набор фон мне там очень нравится и это мой как я говорила первый и пока единственный оригинальный набор фирмы буцилла вот его я обязательно начну я думаю что я не успею его завершить до конца совместного проекта но хотя бы хочется начать открыть а хочется прикоснуться к этому пучочку ниток открыть эту ленточку взять эту равномерочку в руки устроить себе вот такой праздник очень классный набор встреча с этим набором у нас было с этим дизайном было совершенно случайно я увидела загорелась этот дизайн и искала его долго искала но нашла к счастью нашла купила и очень этому рада будет у меня такая картина красивая такие мои лошадки замечательные так и еще еще один наборчик это скажем так спойлер это из моих новых покупок запасах вы не видели этот набор это кондомар дизайн видео покупках выйдет чуть позже потому что я жду еще там подарки и все вместе хочу вам показать но так как снимаю сейчас заявку для совместного проекта поэтому решила все-таки открыть и показать этот набор как только увидела этот наборчик я сразу поняла что мне он нужен потому что у меня есть подобный дизайн от фирмы dimensions я вставлю картинку но я думаю что многие из вас знают что у фирмы dimensions есть подобный дизайн вот если закрыть вот так вот дал лошадок горы лес индейские домики тоже река по моему там тоже из лошадки вот пейзаж в один в один и немножко просто другой ракурс да мне кажется что это работой будет дополнением к набору от фирмы dimensions и их нужно вышивать вместе ну так как здесь есть лошадки я начну именно с этого дизайна а следующий наверное будет следующей зимой вот как-то так мне очень близка тема индийцев и у меня собирается уже коллекция хочется повышевать хочется совместный проект на эту тему ну вот просто сейчас еще одну тему я не смогу включить чтобы вести четыре совместных проекта может быть когда-нибудь попозже мы если у вас конечно же будет желанием с вами организуемся и повышеваем на тему индейцев мне кажется это будет очень интересный совместный проект оригинальный вот это частичная зашивка не сказала размер работы 40 на 30 сантиметров большая работа но здесь идет частичная зашивка поэтому этот дизайн вышлется быстро и легко я уже посмотрела по картинке вышивается там совсем совсем мало и вот так у нас организован набор он не в коробке просто в такой пленочке если ее раз открыть то сюда просто такой в пленке вот она снова с нанесенным рисунком и вот такой вот здесь пучок ниточек ниточки видите здесь есть и люрекс что-то там блестит это чуть немного печать мне кажется достаточно хорошая то первый мой набор в с напечатанным таким фоном мне очень интересно что получится но конечно же я поделюсь с вами своими впечатлениями вот такая вот красота у меня есть этот дизайн тоже обязательно будет вышиваться в совместном проекте да я завела уже лошадок буцила этот дизайн мы переходим к самому основному к самому первому с чего я начну в общем то вот а это мой давный давный начатышка правильно сказать давно начала в общем а дизайн фирмы анкор люблю я анкор у них очень интересные дизайны этот дизайн печатался в журнале не помню в каком схему нашла сто лет назад давно лежала схема в 2017 году приступила и как видите вот на чем я остановилась и говорится не хватило довести до ума но теперь совместном проекте я думаю что у меня обязательно все получится это сэмплер как же это называется разные я не вспомню название если найду напишу на суть в чем центре будет лошадка голова лошади белой а по кругу будут эти разные жизненные ситуации лошадок вот тут вот лошадку ведет человек здесь у меня карта местности здесь будет лошадка жеребенком на водопой ну так далее да вот разные такие ситуации такую цемплер работа будет большая вышиваю я ее на на основе цвайгард кошель такая немножко рыхлая основа не очень я люблю такие основы потому что я затягиваю ниточку и получатся дырочки поэтому мне приходится здесь вести себя очень осмотрительно чтобы не делать каких-то лишних движений но сам дизайн очень красивый мне нравится как смотрится на это основе вот именно такой деревенский такой очень теплый дизайн получается ниточки у меня здесь анкор оригинальный и получается очень красиво у анкор много бэкстича нудного сложного но ничего она того стоит вот эту лошадку когда я фотографирую и кому-то показываю она всем очень-очень нравится представляете всего лишь это один сюжет на их там будет много таких разных лошадок какая-то будет красота и в пару ну то я придумал пару есть еще один такой сэмплеру анкор тоже деревенский центр там наши лошадки коровки да и по кругу птички яички что-то такое тоже очень симпатичный сэмплер ну как вы понимаете тут бы вот довести до ума глаза заведущие руки загребущие времени на вышивку не так-то и много но вот хотя бы этот сэмплер я обязательно вышью плюс кандамар там немного вышивается мой бутыл и начну это то что касается ветер в гриве напоминаю что лошадок мы вышиваем на улучшение работы на поиск новой работы на привлечение работы на улучшение рабочих отношений и все что связано с работой но я лошадок буду вышивать просто потому что я очень-очень люблю лошадок без всяких примет и всяких каких-то других мыслей я просто очень люблю лошадок вот и перейдем к следующей теме совместного проекта это любящие сердца и так любящие сердца и первый дизайн первый набор как вы понимаете этому недавно начатый процесс от фирмы lanart а который так и называется любящие сердца и данный дизайн стал вдохновителем к этому совместному проекту ну и к другим двум совместным проектам размера будет 25 на 25 сантиметров здесь у нас представлена нежная сцена здесь мама и малыш вот в пару к этому дизайну есть вот такая вот девчуля красивая дизайн сам небольшой вышивается главная центральная часть а по краям здесь уже бэкстич полукрест совсем немного зашивки и вышивается очень-очень легко здесь идет линда специального покраса очень интересный идет оттенок вышивать на линде приятно удобно сразу находишь дырочки и эффект получается очень красивый как будто это нарисованная картина даже не видно что это основа вот у меня слышит такой вот маленький вот уголочек вот там за день за вечер я повышевала и вот такое мне продвижение вот будут вышивать тесто первая моя работа будет в этом совместном проекте как только я завершу этот дизайн я приду к следующим дизайном а их у меня здесь целая целая куча да и первый дизайн точно который я буду вышивать вот он у меня вообще просто в планах стоит обязательно это реолис поцелуй по мотивам картины густава климта густав климт оставил нам богатое наследие вот таких ярких сюжетов и этим пользуются наши разработчики для создания вышивок крестики и бисер и и смотрится все это очень ярко красиво сочно интересно каждый дизайнер вносит что-то свое у меня вышита парная работа материнская любовь и она не оформляется потому что у меня не готов поцелуй поэтому поцелуй мне нужно вышивать просто немедленно я очень люблю этот сюжет он украшается также бисером я люблю вышивать шерсть и я давно не вышивала уже ничего шерстью и здесь у меня старая комплектация обожаю тоже старую комплектацию эти моточки разбирать разрезать это очень просто легко и удобно и я когда буду открывать этот наборчик я вам все покажу подготовку как нужно работать с шерстяными ниточками потому что у меня просили девочки показать ну вот руки не доходят простите не успеваю выполнять ваши запросы вот такая красота у меня будет вышиваться размер работы 30 на 35 сантиметров здесь такие красивые узоры завиточки цвета шикарные я люблю вот такой все желто-оранжево-красный это прямые цвета очень нравится волосах посмотреть у девушки сколько цветов какие краски шикарная работа шикарная едем дальше есть у меня еще год два таких красивых наборчиков эта тематика подходит также по теме богатства благополучия и любящие сердца потому что это ну собственно в общем таки обереги можно так сказать до береги метрики здесь у нас птички это вот написано у нас вышива вышита пара птичек символизирует семейное благополучие середине работы вы можете вышить инициалы вашей пара также дату вашего бракосочетания я так и сделала я сделаю вот из этой работы метрику найдет по кругу венок размер работы будет 30 на 35 на 33 сантиметра вышивается на линде ниточки схема давно мечтаю добраться к этим дизайном ну вот все как-то не складывается время не хватает шикарные шикарные дизайны посмотрите какие здесь шикарные цветы дом любовь и изобилие здесь все на свете о любой тематике бери и вышивай что нам здесь пишет производитель существует поверие что вышитая пара птиц способствует встрече со своей половинкой и семейному благополучию вот она пожалуйста любящие сердца домашний уют называется гнездышко тут красота здесь у нас бета и до размер работы чуть-чуть поменьше 23 на 28 сантиметров и здесь я и это буду менять или на лен желтенький или на лен голубенький хочется что-то какую-нибудь равномерочку цветную посмотрим подумаем может быть желтенький лёв возьму ну что-то хочется мне здесь свое добавить поехали дальше вот этот набор он тоже в этой теме любящие сердца но здесь вы понимаете прям любовь любовь это набор у нас от вербака покупал в местных магазинах он завалялся где-то у них там упал что-то как-то вообще никто не видел и хорошо я его как только увидела это дизайн сразу приобрела он оригинальные стильные и когда я буду его вышивать я обязательно заменю основу здесь у нас идет аида а я обязательно сделаю равномерочку наверное линду желтенькую хотелось бы вот как у ланарта цветную покрашенную но такого отреза у меня нет возможно просто подберу линду может быть сама покрашу посмотрю как уже у меня будет настроение дизайн очень интересный размер работы 37 на 37 сантиметров большая картина будет квадрат смотрите какие красивые ниточки прям силе ланарта да ну это вербака шикарные цветовая подборка и также представлены здесь еще другие дизайны такие дамочки мне еще вот это нравится париж любовь вот такой вот наборчик возможно и его я начну посмотрим как пойдет так ну здесь мы уже подобрались к зиме скорее всего этот набор я не успею начать в этом совместном проекте но так как здесь у нас все-таки присутствует зима то есть шанс в следующем декабре через год все-таки начать эту работу я давно мечтаю выжить этот дизайн и несколько раз ставила его в планы но вот видите не пока не судьба пока не судьба а хочется этот дизайн очень близко близок по духу здесь зима здесь русские гуляния здесь у нас такая тройка красивая пара все очень интересно размер работы будет у нас 31 на 46 сантиметров 67 цветов используется работа чуть чуть побольше чем среднем среднего размера скажем но очень много используется ниточек мне нравится на заднем фоне деревушка люди да вот ну такая здесь красота шикарный набор ниток здесь очень много он очень плотный вот видите там и основа там конечно схемы и очень очень много ниточек внутри то что мы видим здесь это ну золотой рено так вкладывает несколько планшеток вперед какие-то цвета все остальное внутри вот но хочется тоже как-то добраться до этого дизайна и вышить эту красоту так ну еще один дизайн который вряд ли я уже смогу вышить конечно но хотя бы вам показать что можно вышивать в совместном проекте здесь вы видите пара это наборчик у нас от фирмы пана золотая серия называется флирт дизайн разработан по мотивам картин альфонса мохи очень я уважаю и ценю работы альфонса мохи он красиво показывает женский образ и хочется что-то вышить от альфонса мохи мечты мечты а что делать есть у меня вот такой вот наборчик такой дизайн не совсем как бы он вписывается в то что я уже на вышивала да но если я доберусь и выше этот дизайн но я найду какое-то отдельное место где его можно будет разместить повесить я думаю что вышли варианте это будет очень стоящая картина размеры работы представляете 25 на 56 сантиметров используется 33 цвета и мне кажется так как это золотая серия здесь будет очень много бэкстича нужно будет поработать потрудиться ну я не боюсь бэкстичи кстати у паны есть тоже от альфонса мохи девушки шикарный я их много раз порывалась купить но в последний момент почему-то себя останавливаю там четыре девушки и если выше все вместе сделать оформить серию они такие красивые я видела несколько отшивок классный изумруд рубин сапфир и еще четверто не помню но все красивые все очень красивые вот вот такие вот у меня здесь сумасшедшие планы вот такие у меня здесь сумасшедшие планы можно так сказать потому что столько столько я всего собрала мой вы понимаете что не все наборы будут вышиваться я буду просто из этого количества выбирать и вышивать зависимости какая тематика пойдет у меня быстрее лучше настроение меняется поэтому сегодня я может быть хочу вот этот набор первым открыть а завтра я обнаружу что мне вот этот набор нужно открывать пусть у меня все это будет в отдельной коробочке я все приготовлю поставлю в отдельной коробочке и когда будет подходить какое-то время так я буду из этой коробочки выбирать уже набор и открывать приступать к вышивке итак вернемся теперь к организации нашего совместного проекта во первых заявочку нужно подать до 1 февраля я думаю что мы наш совместный проект наши совместные проекты начнем с 1 февраля вы можете участвовать как в одном совместном проекте можете в двух трех одновременно как вашему сердцу будет угодно как у вас будет настроение присоединяйтесь вместе я думаю мы осилим все наши дизайны и так совместный проект мы начнем с 1 февраля и будет у нас он идти до 1 сентября да я думаю что это хорошее такое время можно вышить постепенно три работы за это время если кто-то будет участвовать одновременно в трех совместных проектах то три работы можно вышить потихонечку да и так заявочку мы подаем до 1 февраля подаем группы вконтакте вышиваем вместе я для каждого совместного проекта составлю сделаю отдельный альбом где нужно прислать фотографию не просто картинки что вот я буду вышивать вот такой набор нужно открыть набор показать основу ниточки сфотографировать на каком вы этапе у вас работа с нуля у вас уже есть первые крестики нужно сделать описание дизайна работы то есть размер что за дизайн как вы вышиваете то есть элементарное описание вашей подготовки все это сфотографировать прислать выложите в группе вконтакте в альбом соответствующий если это любящие сердца то в альбом любящие сердца подготовка если это ветер в гриве то в альбом ветер в гриве вот если у кого-то нет возможности выкладывать все фотографии в группе вконтакте тогда присылайте на мой электронный адрес на мой email который я также оставлю в в инфобоксе если вдруг я что-то забыла заговорилась и забыла то я продублирую дополнительную информацию размещу в инфобоксе вот ну я думаю что у нас наш совместный проект мой любимый коттедва заканчивается 20 февраля я думаю что мы 1 до 1 февраля подаем заявочки организовываем наши проекты и потихонечку начнем вышивать и 20 февраля закончится у нас совместный проект по котам и все три проекта новых начнут как бы работать в полную силу для блогеров также конечно вы можете снимать видео выкладывать уже подготовку а также присылайте ссылки пожалуйста на ваши видео на ваши каналы и пишите название при съемке видео пишите название что это совместный проект а потому что ссылки иногда слетают youtube делает постоянное обновление и ссылки слетают перестают работать и очень сложно потом найти ваши видео если нет них описание в названии что это совместный проект поэтому пожалуйста или дублируйте ссылки или пишите видео что это идет видео по совместному проекту ну я думаю я все сказала единственное что не сказала я не пожелала не пожелала еще вам хороших праздничных дней у нас же приближается новый год рождество мы уже рождество отметили в россии будет 7 января поэтому я хочу всех вас поздравить с наступающим новым годом рождеством христовым пожелать вам счастья любви и самое главное здоровье пусть у вас все будет хорошо доме мир покой в сердце любовь и конечно же чтобы у вас всегда была возможность заниматься вашим любимым хобби желаю всего вам самого-самого хорошего до новых встреч и пока 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 пока